Привет! Меня зовут Майкл. Извиняюсь за голос, я простудился. Немножко зима, вернулась здесь в Украине. Мы в Украине сейчас возле Тернополя с пастором Олегом. И в их церкви очень важное служение Рэп-центр. И пастор Олег представит это служение вам. И немножко буду говорить об этом, то, что Бог делает здесь. И тоже представит его уникальную команду. Меня зовут Олег. Я пастор церкви Любов и Силения в городе Тернополе. Это часть нашей команды Андрей. Он и директор реабилитационного центра Игорь, который ключевый наш лидер. Действительно, что Бог сейчас делает, это необычная вещь. Мы сейчас стоим рядом с нашего нового домика. Его строили около 11 лет. Я думаю, что братья немного про это расскажут. И служение Рэп-центру в нашей церкви, оно и очень важное. Потому что мы его видим не просто как звольнение и исцеление для людей, которые были залежными. Но мы видим его частью процесса учреждения в нашей церкви. Мы видим развитие будущих служителей, миссионеров и пасторей. И даже наши братья, которые сейчас служители, лидеры, они также выходят из Рэп-центра. Меня зовут Андрей. Я директор реабилитационного центра. Колись я был залежным человеком от наркотиков. 13 лет назад я пройшел реабилитацию. Бог дав мне свободу. И сейчас я служу таким самым людям, которым я был. И мы помогаем им избавиться этих плохих звичек от наркотиков и алкоголя. Добрый день. Меня зовут Игорь. Я служитель этого центра. Я также занимался строительством этого центра. Когда я был на реабилитации, мы закладали фундамент. На сегодняшний день это примерно 11-11,5 лет. Как этот дом построен, он успешно работает, где Бог позволяет таких самых людей, как мы с Андреем. Мы просто дякуем Богу за то, что есть такое служение. И мы можем служить в таком служении и показать своим примером, своим свидетелем, что Бог делает в наших жизнях, в наших семьях, в нашем оточении. Поэтому, слава Богу за такое служение. На сегодняшний день проходят реабилитации 11 человек. В год близко 100 человек. Финансы это выделяет церква. У нас есть бюджет, который выделяет нам церква. Ну и служители, которые уже сами служат в этом служении, мы жертвуем на это служение, свои финансы. Мы выделяем тут виробницу, мы выделяем брукевку, бордюрчики. У нас есть хозяйство. И мы потом эту продукцию развозим по будивельных площадках, которая реализовывается. И эти финансы идут на центр реабилитации, на строительство. У нас есть три реабилитационных центра. Один это наш, біля Тернополя. Другий это Новодністров, Чернівецкая область. И третий это место Миколаев. Это примерно 2001 год. Поехала наша команда вчитесь в другую церковь. Приехали. И мы начали реабилитационный центр. На начале было очень тяжело. Но с временем дела пошли лучше. У нас есть личное свидетельство. Люди, когда мы жили, они видят нас. И они славят Бога. И они знают, что были такие люди. Вот, вернись к нему. И люди обратятся. Также есть служение при лекарне, где бесплатно продают наркотик. Мы просто раз в тиждень ездим по разных лекарнях. И просто проповедуем людям. Ну, мы, как бы, хотим, и сейчас в том керунке рухаемся, чтобы было больше лежек. Чтобы мы могли приймать близко 25 человек сейчас на реабилитацию. Чтобы збільшить масштабы реабилитации. Чтобы мы могли больше людей спасать, служить. И чтобы открывались другие центры. Как бы, тут ростут люди, которые хотят другим допомогать. И они то пережили. И есть люди, которые мают желание служить дальше. И мы бы хотели, чтобы центры открывались больше. Начинать новые центры. И также мы имеем такое видение, чтобы начать новые церкви через начинание центров. То есть, это что-то новое. Но мы начали так в Миколаеве. То есть, это первые наши результаты. И мы верим, что это будет возрастать. Много таких нужд, но самое главное, это финансы. И у нас есть много нужд там пробовать скважину, закинчивать ремонт по санвузлах. Потому что у нас 11 реабилитаций и один только санвузол. Один туалет и один умывальник. И много вещей по дому. Вы можете потом увидеть. Есть нужда. Ну, еще нужно докупить десь 10-15 лежек. Не мало важно, чтобы было где спать. С матрасами. Вправді, мы имеем десь около 30 лидеров. Можливо, она и 35. И вот, если из этой группы лидеров, то, возможно, больше половины. То есть, очень много. Мы плануем, что человек выходит из реабилитации. И самая большая проблема, это когда она сталкивается один на один. Как зарабатывать финансы, деньги, семья и так далее. Жилье. И мы, когда человек выходит из реабилитации, например, если она не имеет где жить, мы стараемся помогать им найти жилье, дать работу, берем до себя на работу, чтобы они работали с нами в одном коллективе. И служили разом, и работали разом. И человек таким образом проводит такую адаптацию уже в мире.